Наталья, добрый день! Отвечаю на ваш вопрос по поводу обтравочной маски. Первое, что вы очень верно заметили, что когда вы используете обтравочную маску, у вас пропадает контур объекта. Как я вам это уже подсказывала и отвечала, смотрите, что нужно сделать. Вот ваш объект с обтравочной маской. И нам нужен точно такой же объект, который у нас без обтравочной маски. Вот он, смотрите, вот он у меня. Я вытащила просто вашу картинку, чтобы она мне там не мешалась. И создаем ей классический черный контур. Теперь, когда мы его просто положим сверху, у меня, видите, объект стал с контуром. Можно их выбрать вместе и сгруппировать. Таким образом, как бы два объекта соединятся, и всегда будет вот этот контур на нем. Это такой вот лайфхак, как делать. Ну, обтравочная маска, она такая достаточно интересная, сложная функция. В CorelDRAW она тоже есть. Это называется «Поместить в контейнер». Но приблизительно они одинаково работают. То, что у вас не получается. Вам, девочки, в чате писали. Вы можете выбрать ваш объект, в котором сделана отравочная маска, нажать на правую кнопочку мыши, «Монтаж на задний план». Видите, она у вас назад ускакала. То же самое писала вам и я. Вы выбираете ваш объект и начинаете нажимать сочетание клавиш «Контрол» и «Квадратная скобка». Вот здесь они тоже написаны. Вот они, смотрите. «Переложить назад». «Контрол» и «Квадратная скобочка». И когда вы будете это нажимать, вот я сейчас нажимаю «Контрол» и «Квадратная скобка». Видите, оно тоже улетело назад. Мы с вами это разбирали и смотрели. Вот здесь по слоям. Смотрите, вот я вперед-назад. Видите, вот здесь вот сбоку квадратик и происходит перемещение моего объекта вниз-наверх. Соответственно, то, что вам нужно сделать, вам нужно его поместить в самый низ. Таким образом, ваш воротник встанет наверх и все будет хорошо. Какая тут может возникнуть проблемка, то, что вас может смутить, когда у нас вот так вот воротник, если, например, у воротника не будет заливки. Почему он не убирается? Ну давай, выбирайся. Почему-то файл немножко по-другому себя ведет. Не могу воротник тронуть. А! Знаю, что случилось. Сейчас мы вернем на место, чтобы все было правильно. Вот, смотрите. Еще один момент, с которым можно столкнуться, но не обязательно. Если вдруг у вас не окажется заливки у данного объекта, то будет вот так смотреться. Но это вы сами понимаете, что просто правится цветом заливки. То есть, если вдруг на вашем воротнике нет заливки, то будет вот так смотреться. У вас будет прозрачно через него. Вы ставите цвет заливки и все получается. Вот такая работа с обтравочной маской. Она действительно позволяет любые объекты туда помещать, с ними работать. В принципе, это очень-очень удобно. И вот такой жизненный метод, особенно под сублимацию, по цифровой печати, хорошо подходит. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Если будут еще, обязательно вставайте.